Слава Богу! По милости Господа, мы пришли в Дом Божий опять. Нету большого благословения, як увидеть лица друг друга. Нету большого благословения, когда мы собираемся, Слово Божие говорит, где два или три собраны во имя Его, там и Он посреди них. Слава Богу! Мы имели утром очень хорошее собрание, и Дух Святой наполнял, было помазание большое, и Дух Святой наполнял нас. Слава Богу! И я верю, что и даже до конца дня, я так верю, мне хочется верить, что Дух Святой помог нам прожить этот день, да? По милости Божией. И я сейчас прочитаю перед нашим по обращению к Господу такое Слово Божие. Филиппийцам в четвертой главе записаны такие слова. Четвертый стих. «Радуйтесь, всегда у Господи, и еще говорю радуйтесь». Здесь не сказано, что радуйтесь временами, здесь не сказано, что радуйтесь по утрамке, здесь не сказано, что радуйтесь только вечером, здесь не сказано, что радуйтесь только в какое-то одно мгновение, или радуйтесь, когда у вас добро, но здесь написано, что радуйтесь, написано всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь, так пишет апостол Павел. При всех обстоятельствах жизни, которые при трудностях жизни, человек Божий имеет возможность радоваться. мы, знаете, мы не можем сами по себе люди радоваться, мы можем радоваться только тогда, когда Дух Святой, Дух Божий, Он наполняет наше сердце. Утром я касался такой темы, немножко, что, как важно, знаете, слышать голос Божий, как важно, чтобы, приходя к Господу, и что важно не чувствами жить, но пытаться исполнить в эту конституцию Слова Божьего, чтобы не только чувствами жить, но чтобы иметь огромное такое сплочение с Духом Святым, чтобы слышать голос Божий. Смотрите, что дальше пишет Павел. Есть несколько условий, которые нужно соблюсти человеку Божьему, чтобы радоваться Господе. Кротость ваша, да будет известна людям, Господь близко. Скажите мне, как вы понимаете кроткого человека? Алло! Как вы понимаете кроткого человека? Что такое значить кротость? Здесь написано, что кротость ваша, да будет известна всем людям, Господь близко. Что такое кротость? Когда мы бываем кроткие? Когда на нас можно сказать, что мы кроткие люди? Другой вопрос. Як не чапает никто, потому что если молчим, если мы на обиды не реагируем, если мы такие большие гипотезы не решаем для того, чтобы как-то осудить человека. А, сколком? Это уже хорошо, если спим, да. Дальше смотрите. И говорит, дальше второе условие. Не заботясь ни о чем. Но, опять же, всегда в молитве, прошении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. Опять условие. Всегда. Не рано только. Ни в обед, и ни в вечер. Нету ни минуты расслабления. Написано о сотнике полка Италийска, написано, что этот человек Божий всегда что? Молился. Кроме того, молился, он делал добрые дела. И третьим явился ангел и сказал, ты позови еще Петра, чтобы он тебе разъяснил учение. И нам нужно заботиться о том, чтобы мы могли вот эти такие моменты исполнять в Священописании. И дальше седьмой стих говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Нету большего золотого слитка, как мир Божий. Знаете, от мира Божьего зависит наша кротость. Если мы начнем мир Божий, возьмем, у меня есть мир Божий, то одноразуменно мы поднимемся вверх. Давайте возьмем Священное Писание. Знаешь, что у нас будет? Кротость. И дальше мы начнем радоваться Господе. Потому что мир Божий независимо ни от чего, но он соблюдает сердца наши и помышления нашего Христа Иисусе. В Еремии там написано где-то в одном месте, что говорит, сила и сидя спокойно. Сила и сидя спокойно. Это не значит, что я должен спать. Это не значит, что я должен унывать. Но сила моя сидя спокойно, зная, что я умер с Господом, зная, что я дитя Его, зная, что Он силен сохранить все мои помышления в себе, в Его Духе. И дальше написано, наконец, четвертое. Наконец, братья мои, что только истинно. Давайте мы перешитим, что только истинно. Все понимают, что истинно. Что честно. Что справедливо. Что чисто. Оказывается, честно и чисто – две разницы. Что любезно. Что достославно. Что только добродетель и похвала о том помышляйте. И дальше девятый стих Павел говорит, чему вы научились. Что приняли и слышали, и видели во мне. Чудный Павел. Он настолько мог, уже будучи на земле, являть Царство Божие, что он говорит, что видели во мне. То исполняйте, и Бог мира будет с вами. Знаете, какое счастье, если бы в нашей жизни вы достигли такое состояние, как у Павла. И чтобы мы могли сказать, люди, что вы видите во мне, так поступайте. Что вы видите во мне, тому учитесь. Это было бы благословение. Я думал, что вы бы такой бы мир благословенный. И такая радость на лице. Она бы, лицо светилось бы, как когда-то светилось у Моисея. Когда он сошел с гори, и народ увидел, что лицо его сияло от того, что Бог говорил с ним. Алло, Отче. Давайте мы ставим наши ноги и прославим Господа на это служение. Попросим благословения. Дорогая церковь, я всех вас вітаю. Любовь Господа, Иисуса Христа, мир вам. Мы сейчас идем до молитвы, будем молиться до нашего Господа, как мы заспевали про Царство Небесное, правда? Мы все туда идем, мы на дороге, но хай Господь нам поможет дойти туда, ци Царства Небесные. Почитаю первое место писания, это первая книга Царств. Третий роздин, перший вирш, выбирково. Оток Самуил служил Господу при Илии, слово Господне было редко в те дни, видения были нечастые. И было в то время, когда Илия лежала на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и святильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он, вот я, и побежал к Илию, и сказал, вот я, ты звал меня, но тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег, но Господь другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторичную, и сказал, вот я, ты звал меня, но тот сказал, я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз, он встал и пришел к Илию, и сказал, вот я, ты звал меня, тогда понял Илии, что Господь зовет от друга, и сказал Илии Самуилу, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори Господь, ибо слышит раб твой. Слава Богу. Еще одно место зачитаем, это уже Евангелие от Иоанна 3, глава 1 вирш. Между фарисеем было некто именем Никодин, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью, и сказал ему Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, истину, истину, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодин говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться. Иисус отвечал, истину, истину, говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышит, а не знаешь, откуда приходит, и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодин сказал ему в ответ, как это может быть. Слава Богу. И останется уже послание Ивана, первое послание Ивана, 5 глава, 18 вирш. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Слава Богу. Браты и сестры, мы готовимся до молитвы, мы сейчас будем молиться до нашего Бога, но я хотел бы, чтобы наши взоры, наши очи были подняты до горы. Я зачитал Слово Божие, мы веримы, что это Слово Божие, правда, то есть хлеб, то есть пожива для нашего внутреннего або для нашего духа. Людина, которая служит Богу, она не может жить без Слова Божого. Ей нужно питаться от Слова Божия. И так же мы пришли сюда напитаться або взяти этого хлеба небесного. Слава Ему! Я хотел бы нагадать некоторые истины, и мы разом помолимся. Одного разу, когда написано в Библии так, что Слово Господь было редко в те дни, и видения были нечастие, мы знаем, что это наступил час, закинчився час суддей, начиная час царств, когда уже царь, уже скажем, народ Божий мает царя но перед этим мы знаем один отрок, имя ему Самуил, мы знаем, он был народен от своей мамы, которая до этого не имела ни одного дитина, но она вимолила у своего Господа, так же мы молим у нашего Господа милости у него, слава Богу, и так же, когда Самуил народился, Анна, когда молилась, она поклала своему сердцу таке слово, если он народится, то я его отдам на служение Богу, и так и сталося, народился хлопчик, и она отдала его на служение Богу, слава Богу, и когда он был у храме, служил при Иллее, он видит эту картину, он видит как синий Илле, они не живут свято, они живут грешно, но Самуил, он, скажем, не делал то, что належно, он не забирал службу, они так и вели службу у храме, но Самуил это все видит, он просто служил, он ходил в свято перед Господом, и брати мои и сестри, когда мы действительно ходим в свято перед Богом, и посещаем зібраня, Господь бачит нашу ревность, и Он хочет делать с нами какую-то работу, Аллилуйя ему, он не хочет, чтобы мы просто ходили в зібраня, не просто схилили свои колена, но шукали лица Божого, шукали искрину, чтобы Божия благодать, как роса неба, вона сходила наше сердце, Аллилуйя ему, и цей Самойил отрок, або юноша, он настолько любил Господа, он хранил себя, и Господь проговорил до него, три раза говорил до него, и Господь, он каже таке слово, ну мы знаем, когда Господь уже проговорил до Самойила, Самойил сберег своему сердце, он так не хотел это рассказать, ну Иллию, но Иллию настою каже, говори, и знаете, брати и сестри, хотел бы мысль одну оставить, мы так, брати и сестри, можем узнать, все и суетой, земной так пропускать зібрань, что мы перестаем чути голос Божий, но Церква Иисуса Христа, пока она есть на земле, никто не видит, он пришел до Иисуса Христа, но Иисус Христос бачил его сердце и бачил его желание, и он каже таке слово Иисус Никодиму, каже, кто не родится свише, не может побачить, то есть не может побачить очима Царства Божого, это говорится мова про покаяние, когда человек ходит чисто, когда человек свято ходит, то как одного раза, когда Иисус Христос показал таке видение, когда он взял Петра Ивана и еще одного учня пішли на гору переображения, то он сказал таке слово, вы бачите Царство Божие в силе и будете бачить ангелев, которые сходят из неба и идут из земли до неба, и вы побачите в силе Царство Божие, но брати моих сестри, про что Иисус Христос говорит тут, Він говорит про людину, яка хочет служить Богу искренно, то ей потрібно народиться от Духа, цей человек никуда, він по закону виконував все правильно, но Иисус ему говорит прямо из сердца, поки не народишься от Духа, не можешь побачить царство Божие, никуда, он говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, мы бачим оцей человек, он не плотский, он не понимает, скажем, законов Духа, но Господь ему еще вторично говорит, и говорит, истинно, истинно говорит тебе, кто не народится от воды, и Духа, другая, не может войти, он не может войти в Царство Божие, брати мои, сестра, я на початку говорила, мы все на дорозе, правда, и когось Господь нас призвал, всеку, может, еще кто-то не поправил свое положение, то есть у него и тотчас, но я верю, брати и сестры, кто-то, кто-то из нас, ну, заключили даже завид с Богом, а кто-то еще хочет, но хотели бы брати и сестры, перед тем, когда мы заключаем этот завид с Господом, я бачу, они молодые, то нам нужно иметь это народение с горы, когда человек народился с горы, это, скажем, покаяние, то Дух Святый ходит в человека, и уже он коридится Духом Святым, и написано в Библии так, что народенный от Духа, написано, береже себя, и лукавый не торкается до него, а лилуя ему, мы бачим, брати и сестры, когда человек так искренно поверил Богу, но бачим, что его дороги не есть прямые, они такие хвилясти, и мы бачим, что человек начинает допускать в жизнь свои грехи, и диявол уже мает доступ до него, он начинает, ну, на устах этого человека начинается, может, какой-то гнев, начинает незначный, какая-то злость появляется, а потом какие-то слова, и так оно дальше, 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 и мы бачим, цей человек, он не бережет себя, и лукавый уже мает там, скажем, свое место, но брати и мои сестри, слово Божие говорит, сегодня я чомусь, ну, Господь положил меня на сердце, ходить перед Богом в чистоті и святости, написано, что мы без этого не побачим Господа, если мы хотим побачить Господа в славе, хотим побачить Бога в своей семье, на работе, где мы есть, чтобы Господь нас сопровождал, то нам треба жить в святости, Иисус Христос каже таке слово Никодиму, что пока не будет с этого народжения с горы не уйдешь и даже и не побачишь Царство Божие, про что ты, Иисус, говоришь? Ну, я так закон виконую, ну, так я, ну, можливо, пощуся, можливо, так молюсь, ну, все правильно, про что ты говоришь, Иисус? А Иисус говорит до глубины сердца, відторкается те, что ты маешь віддати своё сердце, маешь віддати Господу, и когда ты выдаешь сердце Господу, уже Господь мает с тобою звязок, и Господь каже то, то покайся, то відділися, то мне не угодно и людина народжуется від Духа. Аллилуйя ему! И даже, когда эта людина народилась від Духа, Господь не залишает её, Он хочет дальше с нею делать работу, Он хочет дальше с нею делать какие-то отношения, и Он говорит дальше никодиму таке слово, каже, дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, народжений від Духа. Браты мои и сестри, но от меня, брати и сестри, требуется хранить своё состояние читости и святости. Аллилуйя ему! Написано в Біблії так, что народжений від Бога береже себе и лукавый не торкается до Него. Аллилуйя ему! Одного разу нагадуються историю из Біблії. Вы знаете эту историю, когда уже апостольская церковь, она, скажем, была наполнена Духом Святым, крещена Духом Святым, и одна семья, имя, имя чоловека Ананії, имя его дружины Сафира. Вы знаете эту историю из Біблії, когда они приносили до них апостоли гроши, и написано в Біблії, так перед этим они зголосилися у таї частинку и частинку соби, а частинку принесемо апостолу. Вот такую маленькую брехню допустили, но когда они зголосилися, пришел чоловек Ананія до апостола Петра, и Петро, он был исполнен силой Святого Духа, и он каже таке слово Ананію, каже, но Петр сказал Ананія, для чего ты допустил сатане вложить сердце твое мисль солгать Духу Святому и утаїть из цени земли. Брати мої сестри, слово, яке пролунало до Ананії, це було останнє слово, більше Ананія не чув слова Господня. Ми знаємо закінчення цього життя цього чоловіка, написано, що він впав бездиханним і його винесли, но була дружина, яка, скажем, зговорилася, гріх по согласию теж гріх, і вони зголосилися, і заходить це зголосилися ви і скусить. Духа Господня, вот, входять в двері, погребавши мужа твою, і тебя винесуть. І так сталося, винесли його і винесли його дружину. Брати і сестри, це, скажем, хай нас приведе такий страх і трепель, що ми жили перед Господом в чистоті і святості, і святості, аби цатана не тільки не торкався нас, аби він близько біля нас не був, щоби Господня слава, оця святість Господня не допускала диявола до нас, не допускала диявола до наших сім'ї, дітей. Брати і сестри, нам треба берегти себе в чистоті і святості, і це мало, брати і сестри, нам ще треба чути голос Духа Святого, коли ми чуємо голос Духа Святого, ми всегда говоримо правду, алілуя, ми не скриваємо, ми говоримо правду, брати і сестри, хай Господь нам поможе, що ми жили в святості і в чистоті, що ми жили в цій святості, без якої ми не побачимо Господа, Эта святость Господня, она приближает нас до Бога, а отдаляется от греха. Хай, брати и сестры, нам Бог поможет. Мы сейчас будем молиться до нашего Бога. Но кто, кто имеет, возможно, какую-то проказу греха, может, давно стоит, скажем, дружить с грехом. То есть сегодня голос Господний. Можливо, последний раз, как лунавцы сапфири и анании, последний раз, но этот последний раз, хай будет для тебя голосом покаяния. То есть ты сказал цю покаяния, цю молитву и сказал, Господи, я больше говорить неправды не буду. Я буду говорить правду и тебе, и людям. Я буду жить у святости, потому что я хочу ходить и чути голос Божий. Аллилуйя, брати и сестры, хай Господь наполниться собранием Духом Святым, чтобы мы пережили снова всю Пятидесятницу, и когда мы пейдемо с этого места, понесемо цей голос Господний, а понесемо цей Духа Святого в наши дома, чтобы нас бачили не искусство, но бачили живого и всемогутнего Господа. Аллилуйя нашему Богу. Братья и сестры, я знаю, что в наших домах есть те, которые не живут свято, в наших домах есть те, которые далеко, возможно, от Господа, а, возможно, из-за игры, но они так бы хотели, чтобы у нас, которые ходят в зібране, чтобы были и действительно называлися христианами. Аллилуйя ему. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Когда мы будем молиться, давайте будем чути голос Духа Святого. Не наши какие-то, возможно, переживания, трудности, они есть. Но давайте, братья и сестры, сегодня почуем Господа, что сегодня скажет внутреннюю нашу храмину сам Дух Святый. И из этого зібраня пойдемо напоянный от Духа Святого. Стаемо на коленах и молимся. Аллилуйя. Скажем, слава нашему Господу. Всю нам помогает Господь и помогает нам до этого места. И мы дякуем Богу, что добрый он и милосердие его обновляется, написано каждого ранку над нами. И мы переживаем Божью благодать, Божью присутность. И хай помогает нам Господь, что мы доверялись действительно на Господа, не смотрели на Него, не смотрели на жизнь окружающих людей, не смотрели на людей этого света, но смотрели только на Господа. Только в Неме есть спокойствие, есть такое, мы спрятали даже эту песню, лишь в Неме только мое утешение. Мы сегодня можем, люди шукают утешение в чем-то, в богатстве, люди сегодня шукают утешение в кому-то иначе, но наше утешение в Иисусе Христе, наше утешение в Том Господе, и когда Иисус Христос, Он был на земле, Он учил людей, как жить, как поступать и как получить это спасение в нашем жизни. Не просто надо жить, не просто прожить, но надо помнить, что мне нужно еще встретиться с моим Господом Иисусом Христом. Боже часто говорит, что эти люди так говорят, на что ты так говоришь, но, братья и сестры, часто строгость такая, вона никому не влияет, но будет строгость еще на небе, там проверка будет от самого Господа. Тут еще можно поправиться, но когда ты придешь до Господа, там и справления не будет, там тебе надо уже ответить, и Господь скажет, куда твои направления будут. Но пока мы еще имеем жизнь, дыхание в нашем носе, как мы проходим собрание в Дим Божий, Писание говорит, что это стопот, утверждение истины, Церква Господня. И доброе, когда Церква Господня является стопотом и утверждением истины, потому что много таких церков уже нема, где получается, что какое-то отвращение идет. Но Писание говорит, и сам Иисус Христос, Он говорит в Писании, какая должна быть церква, которое должно быть исти за Господом, как мы должны следовать за Иисусом Христом. Слова Иисуса Христа я прочитаю в Евангелии от Матфея, 7 розділ, и читаю 13 стих, и ниже такие слова. Матфея 7, 13. Входите тесными вратами, потому что широкий врата и просторен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесный врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь же пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете, собирают ли сирновника виноград, лис, репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит, и плоды добрые, и худое дерево приносит, и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода добро, срубают и бросают в огонь. И так по делам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, и я никогда не знал вас, ото дите от меня, делающие беззаконие. Одного разу Иисус говорит о таких словах. И говорит, такий пример, я прочитал целый контекст, про что это говорится, про что идет мова. Одного разу Иисус говорит и говорит, таки слова, ходите честными вратами, бо широкий врата и просторный путь, как люди многие идут им, они идут в погибель. А вот и честные врата, узенький путь, узкая дорога, она ведет до життя вечного. Но мало людей идут этой дорогой, мало людей находят эту дорогу, эту узенькую стежку, но, каже, идут больше по широкой дороге, где легко идти, где просторно идти, где так хорошо, возможно, для тела, где тебя никто не тревожит, где тебя никто не штовхает, где тебя никто не поправляет. Знаете, я помню, еще на Украине, когда еще в зиму ишли до собрання, такая стежка, и через город проходишь, и там такие стежки бывают, або когда приедешь до деда, там помню Полісся, там болото, если дождь піде, ты не можешь пройти, только если пусть по забору не идешь, вот такая узенькая дорога. И когда по стежке идешь, то стараешься идти по стежке, чтобы не впасти, потому что стежка такая высокая, а нога может впасти, и идешь, пильнюешь по стесе, а, кажется, по асфальту широкому, очень легко идти, ты не переживаешь, что уже не светишь так фонариком под ногой, потому что ты знаешь, что широкая дорога, ты знаешь, что нигде не спиткнешься, и все вроде бы хорошо. Но Писание говорит, Христос предупреждает, что кинуть такой дороги погибель, и много таких людей идут. И сегодня, когда часто людей направляешь на такую узенькую дорогу, что надо что-то поправить, тебе надо что-то измениться, людям это не нравится, а мы знаем, что эта широкая дорога, это такое легкое життя, легкое христианство, воно ведет до погибли, и много людей шукают этого. И снова мы знаем, что даже в неделю снова открывается новая церква. И хай Господь береже нас, чтобы мы действительно не следовали такими дорогами, легкими дорогами, потому что великое заблуждение и уводят молодежь, и старших уводят, и много людей, потому что Писание так говорит. Но те люди, которые искали Господа, которые нашли ту узенькую дорогу, и знают, что бывает даже тяжко, бывает даже нелегко, но мы знаем, что кинуть нашей дороги – життя вечно. Если мы нашли дорогу, эту правдивую дорогу, и идем за Господом, кинуть этой дороги – життя вечно. Сам обещает нам Иисус Христос и говорит, берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овечей одежде, внутри суть хищи и волки, по плодам узнаете их, не собирают виноград из сырновника. И дальше говорит, как не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Братья и сестры, наше життя, воно пиздается по плодам наших. И написано, слово Господне говорит, чим сердце наше наполняется, то говорят уста. Если сердце наше наполняется Божьим словом, то и наше життя, воно будет по слову Господнему. Но если наше сердце, воно лежит в мире цьому, если наши уста и наш разум в мире цьому, то и наша внешность, наше життя будет действенно мирское життя. Как бы ни говорили, как бы ни прославляли Господа, но если наш разум, наше життя действенно в мире, и приходим в церкви и говорим, Господи, Господи, кінець погибель, бо дерево пизнается по плодам, и даже маленькая такая святость. Одно разу Господь говорил до своего человека Мойсея, ты, каже, не явив святости моей, и, каже, не выйдешь за эту, ну, в обитовану землю. И, каже, Мойсей в життя так прожив, ослухався Господа, и Господь, каже, Мойсей, сделай так и так. Ну, не послухався, ну, не зовсім послухався, може так сказать, голосу Божого. Повеління Господнього не до кінця виконав с точностью. И писание Господнь, каже, сам Господь до Мойсея, каже, зато ты грех зробил перед мною. Який ти грех зробил Мойсею, а каже, не явив святость Господню. О, таке маленьке святость, і може через святость не попасти до Господа. Маленьке таке святость, бо сам апостол говорит, я прочитаю це місце Божого слова, пише уже апостол Павел, говорить до римлян, пише таке слово в 6 розділ, 22 стих. Но ныне, когда вы освободились от греха і стали рабами Богу, плод ваш є святость, а конец жисть вечная. Ібо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жисть вечная во Христе Ісусе Господі нашим. Апостол Павел говорит до римлян того часу і каже, но ныне, когда вы освободились от греха, то каже дальше, вы стали рабами Христу, і даже плод ваший должен быть святость. Про що Ісус говорил, та возенька дорога, якщо ми йдемо по ці дороги возеньки, плод наший має бути правильный, плод наший має бути святость, маленька святость. Якщо ми не явимо в жизни нашій, то Писание говорит, каже, конец жисть вечная, якщо будемо по святості поступати. Но каже, бо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жисть вечная во Христе Ісусе. Хай поможет нам Господь, що коли ми воскресли з Христом, як апостол Павел, каже, щоб ми помишляли о горнім, помишляли о цьому небесному, щоб наше життя було дійсно в Ісусі Христі, святе життя, побожне життя, щоб нам вже дивилися окружаючі люди на нас, як прославили оця нашого, що на небі. Коли ми сьогодні живемо у світі, і живемо, і робимо те, що у світі робимо, помишляємо, і те, як само живемо, можливо, як світ живе, то люди дивляться на нас, вони не зможуть прославити оця небесного. Якщо нас когось зустрінуть, може, десь на вулиці, глянуть на нас, і ми подивимося на нашу внешность, і сказати, ну, ти мирський чоловік, як я можу прославити Господа, який він є святий. А Писання говорить, каже, даже один чоловік ходив і був святий. А ми знаємо, що Ісус Христос, коли він народився, даже про нього написано, це говориться в Луки, в першій главі, що про нього Господь говорив, ну, через проче слово. Служите Йому в святості і в правді пред Нім, во всежизні нашій. Отаке було слово, скажене, брати і сестри. Сам Господь хоче, щоб ми служили Йому не просто так, ну, як попало, як знаємо, як вміємо. Може, у нас так і научили з дітства, але приходить время, коли ми можемо самі взяти до рук Писання і провірити, добре нас учили, чи не добре нас учили. Ну, Писання говориться, а Ісус говорить, служите Йому в святості, не просто в святості, в правді пред Нім, во всі дні життя нашої. Написано, в нас життя наше должно сохранитися, ну, наше тіло, дух і душа должны сохранитися без п'ятнаї пороки до пришествия нашого Господа Ісуса Христа. Ісус Христос, він був маленьким хлопчиком, возростав в благодаті, возростав в мудрості, як і в Бога написано, так і в людей. І життя його було святе життя. Молодий хлопець, прийшовши, батьки його привели куда? В собрання привели, в храм Господній привели його батьки. І Писання говорить, коли батьки возвращалися вже додому, Писання говорить, що вони думали, що він дедись з ними, але, ну, можливо, з друзями, можливо, з родичами, але пройшли деякий момент життя, пройшли якийсь путь, то Писання говорить, що вони оглянулися, нема з ними Ісуса. І вони рішили його шукати, де його знайти. І прийшли знову в Єрусалим, і знайшли Ісуса в собранні. Знайшли Ісуса в храмі, і не просто знайшли його в храмі, а знайшли його у тящимся. І люди, які, даже мужі, які знали Писання, училися, від нього слухали, хтось це такий. Як можна було молодого хлопця, 12 років, научити Писання, научити такої мудрості. Ну, ми знаємо, що він возростав в мудрості від Господа, в мудрості в Бога, в людей возростав. Ну, як важливо, коли ми приходимо із самого дитинства, дітей наші привчаємо до Слова Господнього, до Церкви Господнього, щоб наші діти возростали в Дому Господньому. Це дуже важливо, коли наше життя, воно дійство, проходить в такій святості. Хай поможуть нам Господь, що ми укріплялися в тому, бо Ісус Христос говорить, я читав ці місця Писання, «Многі, не всякі, говорящі мені, Господі, Господі, войдет в Царство Небесне, но і сполняючі волю Отця Моєго Небесного». І далі каже, «Многі скажуть в ті дні, Господі, Господі, не Твоїми іменями пророчествували, і не Твоїми іменями безсовість згоняли, і не Твоїми іменями багато чудеса творили. А що, відповідає Господь, і тоді об'явлю їм, я ніколи не знав вас, отодіть від мене всі ділищі беззаконні». А що це таке беззаконні? Гріх Писання, говорить, це є і беззаконні. Коли ми поступаємо гріх, написати, яка неправда, це і що гріх, що гріх – це беззаконні. Якщо ми поступаємо не по правді, поступаємо по гріху, живемо десь в гріху, ми можемо утаїти. Один чоловік, написано, полюбився, і він утаїв. Утаїв щось, якийсь слідок золота утаїв, хтось, якісь там одежди щось утаїв. Даже написано, що цей чоловік теж утаїв Самсон від батьків своїх. Але кінець його був погибель, брати і сезарі, кінець його погибель. Хай поможуть нам Господь, що ми не утаївали. Часто люди живуть так в світі, отак просто. Живуть двойним таким життям, в собранні живуть, і потім живуть де в світі. Ми не знаємо, чим ви живете вдома, де ви дивитесь, де ви помишляєте, що ви яку інформацію черпаєте. Ми не знаємо, але знає Господь. Ми приходимо в собранні, можемо утаїти від братьів, утаїти від сестер, утаїти від батьків. Але не утаїти від Господа ми не зможемо. Ми не зможемо. Господь знає наші навірення, помишлення сердець. Але якщо наше життя, отаке щось утаїмо перед Господом, то Писання говорить, каже, навіть будемо говорити, Господи, Господи, але в кінці кінців пристанемо перед Господом. Брати і сестри, важно понімати, що не просто прожити життя і ходити в собранні, казати, Господи, Господи, навіть, може, у пророчество піде, навіть, може, Господь поможе тобі, але якщо життя не святе, пристанеш перед Господом, і тоді Господь тобі скаже, я ніколи не знав тебе. Оце саме трудно, і саме сильно буде больне слово, коли Господь скаже, все життя ти прожив і служив, казати, ходив в собранні, казати, все життя віддавався для Господа, а в кінці прогунають, я ніколи не знав тебе, а чого таке може прогунати, якщо життя не святе. З дітинства, як важливо, навчити, навчити, написано, Писання говорить, каже, навчити, настав юношу, в началі путіво, і він каже, навіть состаріця не зійде з цієї дороги, хай поможе цьому Господь. Але Бог говорить через пророка свого Йеремію, і каже такі слова, я говорив тебе во время благоденствия твоєго, але ти сказав, не послушаю, такого було поведення твоє, с самой юности твоєю, що ти не слушав гласа моєго, всіх пастирей твоїх уносить ветер, і друзів твоїх пойдуть в плен, і тоді ти будеш постижен, пострамлен за всі злодіяння твої. Господь говорить через пророка Йеремію, і каже такі слова, о, я, Господь, ну, говорив до тебе во времена благоденствия, в добрі времена, коли ще такий спокій, коли таке время хороше, Господь говорив до тебе, як поступати, живіть свято, поступайте правдиво, але Писання говорить, і каже, ну, ти сказав, не послушаю, не послушаю я голосу Бога, такого, таково було поведення твоє, с самой юности твоєю, брати і сестры, це говорить про те, що даже наші діти, якщо вони слушають нас с самой юности, і бачать поведення батьків, якщо с самой юности діти не бачать поведення таке, послушайте перед Господом, як вони зможуть слухатися потім голосу Духа Святого, як ми можемо далі говорити щось іншим, якщо даже самі не можемо встояти, самі юності своєї, каже, я сказав, ти сказав, не послушаю, хай поможе нам Господь, що ми слухали голос Духа Святого, поступали правдиво, апостол Павел звертається, і говорить такі слова, я ще прочитаю, верніше, апостол Івана каже, не любите міра, ні то, що в мірі, хто любить мір, в тому нєті любви очі. Писання говорить, каже, не любите міра, а ні того, що в мірі, бо там нема любові очі. Єси ми, допустім, живемо в цьому світі, і поступаємо по ділам цього світу, живемо так само, як оцей світ, і ми кажемо, що любимо Господа, і в нас перебає Господь, не обманюємося, Бог ось міні бути не може, бо що людина посіє, Писання каже, те й вона буде саме жати. Но Іван попереджує, каже, ібо все, що в мірі, похоть плоті, похоть очей, гордость житейська, не є от оця, но от міра сього, похоть проходить, життя це проходить, оце все мірське воно пройде. Но якщо ми умиршляємо плотські наші ті діла, помиршлення, то живі будемо, брати і сестри. Якщо ми укріпляємося, Господі, оце земне, це надія, що люди сьогодні кадуть на земне, хочуть приобретати цей мір, подібним бути, як цей мір, старатися, щоб життя було таке, мирським життям, не стараємося. Я би просив вас, во ім'я Господа, не стараємося жити так, надіємося на Господа. Життя це воно коротко, воно закінчиться, воно пройде все як пар, являється на мало і время, воно пройде. Но якщо ми будемо з Господом, то Писання говорить, Ісус Христос каже, ви жити будете, якщо плот ваший буде святост, то кінець буде життя вечної. Ото слава нашому Господу, щоб наше життя, от таке було в просоті і в святості, поміщення наше, сердеще, життя наше, стараємося виконати волю Господню, навчимося практики, так говорить, общаюся з братами, то брати говорять, що практика, воно так показує, що як ми з дітей з самого початку научимо, воно так і буде до кінця. Брат говорив, каже один, каже, що молодих дівчат, часом таке є учення, каже, що не надо молодим дівчатам надівати кустинки, вже замужів написано, жінкам надівати кустинки. Ну, каже, практика показує, якщо вони не вдівають, то й потім замужів не вдівають, а потім нема порядку вдома, а потім приходять такі моменти, що всім не починають колоцять, тому що немає покори, немає святості, благовіня пред Господом, хай поможе цьому Господь, во всіх поступках ваших надо проявляти святость, не тільки, може, в ухожженні, не тільки в словах, але в поведенні, навіть в одежі, по одежі бачить, що ми є святі люди, так само бачить, хай поможе нам Господь, що в нас було таке дзерновення, сказати кому, що ти поміняєшся, але якщо в нас немає такого дзерновення, сьогодні сказати поміняєшся, то хай Господь ще поможе нам смирятися своє серце, довірятися Господу, бо це время, воно коротке, і нам треба зустріться з нашим Господом, Ісусом Христом, йому, хай нашому Господу, буде слава, давайте приконим коліна, помолимося Господу, і скажемо, Господи, може, в чомусь не являв я святості, може, в чомусь я не являв покори перед тобою, не являв покори перед церквою, не довірявся Господу, тобі не довірявся, не являв такої святості, аби святості Богу догодити навіть невозможно, і війти в царство невозможно, якщо є даже отаке переживання, то сьогодні день благоприятний, день спасіння, хай Господу нашому буде слава, амінь. Амінь. Слава Богу, братья і сістрі. Господь, він любви обільний, Господь нас, можна сказати, дуже сильно любит, тому що він вже так багато нам говорив через наших братьів. Господь нам дарував то слово, которое, я думаю, і так сьогодні нужно кожному із нас. Ми услышали эту благую весть, то слово живое, которое проникає в наше сердце, і которое производит какую-то роботу. Слава нашому Богу за це. Я також хочу поделиться некоторыми местами із Пісання і тож призвати нас к молитве. Будем молиться і прославляти нашого Господа. Первое место, це буде записано 1-е послання Петра, 2-я глава, с 1-го стиха і ниже. 1-я Петра 2, 1 і ниже. І так отложивши всякую злобу і всяке коварство, і лицемерие, і завість, і всяке злословие, як новорожденні младенці, візлюбити чисте словесне молоко, дабы от нього возрасти вам во спасення. Ібо ввкусили, що благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, і сами, як живі камні, устрояє себе дом духовний, священство святое, щоб приносити духовні жертвы, благоприятні Богу, Ісусом Христом. Ібо сказано в Писанні, «Вот я полагаю, в Сіоне камінь краєугольний, избранний, драгоценний, і веруючий в нього не постыдиться». Знаєте, здесь апостол Петр говорив такие слова, більше, може бути, перві стихи, вони говорили більше к тем людям, які тільки прийшли к Господу, нововуверувавшим людям, але потім він говорив такі слова з 3 стиха, якщо ми возьмем, він пишет, що «Но ви вкусили, що благ Господь». І він делает такий призыв, і він говорит, щоб ми приступали к этому камню, камінь, который є живой, который драгоценний, камінь, который є краєугольним камнем строений. І ви знаєте, братья і сістрі, мені доводилося в моїй жизни як-то наблюдати, як мій отец, він делал достройку к нашому дому, там на Україні. І коли він выбирав цей камінь, коли він строив цей фундамент, як це делалось раніше, здесь в Америкі вже так не строиться, але там строилось, ви знаєте, що ці брали камні, і з цих камнів вистраивався фундамент. І вот я помню тот момент, я був ще маленьким і я помню, як лежала груда цих камней, і він перебирав ці камні. Він пытався выбирати, який би з цих камней був би хороший, щоб його поставити на цей угол. Тому що цей камінь, він був, він ніс дуже важні відношення в цій стрійці. С цього камня і вистраїлася десь стена. С цього камня був цей краєгольний угол, на якому був 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 і я помню тот момент, будучи ще маленьким, і як він це робив, і було дуже интересно. І тільки вже зараз, прошли ці години, і коли читаєш це місце, і ти починаєш розуміти, що так же само і Господь говорить в цьому писанні. Він говорить, що Бог сам взяв і поставив Ісуса Христа цим краєгольним камнем. Він выбрав цей камінь, і він поставив і сказав, щоб ми з вами зробили на цьому камні, щоб ми брали його для основання, і вже від нього, отталкивався, ми могли строити стены в своїй жизни. Але посмотрите, що говорить Писання, що щоб цей дом духовний, він устроїлся, і щоб ми потім могли приносити жертву на цьому камні. І якщо ми читаємо дальше, 7 стих, говорить такі слова, що і так він для вас, веруючих, для драгоценностей, а для неверуючих, камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень протикання і камень соблазна, окотори вони протикаються, не покоряясь Слову, на що вони і оставлені. Але ви, род избранний, царственне священство, народ святий, люди, взятые в удел, дабы совершать совершенство, призвавшого вас з тьми чудний свій свят. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Слава нашому Господу. И здесь Господь говорит такие слова, что именно этот камень, который, когда пришли эти строители, они по какой-то причине его отвергли. И мы с вами знаем, что когда пришел Христос, то эти священники, эти первосвященники, эти люди, и эти набожные народы, это, казалось бы, они ждали этого обещанного Христа, они ждали этого обещанного слова, которое говорил Господь. Но когда Он пришел, то они Его отвергли. Они не приняли Его. Они не приняли Его, как Сына Божия. И они этот дорогоценный камень, который стал главою, который стал этим основанием Церкви Божией. Слава нашему Богу! И вы знаете, братья и сестры, что Господь, Он нечто требует от нас. Господь говорит, чтобы мы с вами, уже находясь на этом основании, чтобы мы строили. И мы все с вами знаем, что придет тот момент, рано или поздно, когда будет проверено, на чем мы строим. Будет проверено то основание, на котором мы с вами строим. Как мы с вами ходим перед нашим Господом. Как мы служим Ему. Каково наше сердце. Каково наше стремление. Как мы говорим о нашем Господе. И мы уже слышали сегодня много слова. И вы знаете, братья и сестры, Господь говорит конкретное слово. Лично ко мне Он говорит. Я благодарю Его, потому что Господь виляется этим драгоценностью нашей жизни. И только в Нем мы можем получить спасение, только в Нем мы можем получить прощение наших грехов. И только в крови Иисуса Христа мы можем получить ту свободу, которой так нуждается сегодня каждый человек. Слава нашему Господу! Если мы вернемся немножко назад, то первая глава, первая Петра, здесь написаны такие стихи. Это первая Петра 1, 16 и ниже. Ибо написано, будьте святы, потому что Я свят. Здесь уже Петр, он цитирует слова самого Господа. И он призывает нас с вами, чтобы мы были святы, потому что наш Господь свят. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ахца, предназначенного еще прежде создания миров, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Слава нашему Господу! И здесь уже говорится о том, чтобы мы с вами, будучи уже детьми Божьими, будучи уже тем народом, который однажды вкусил, и он почувствовал, как это благо быть с нашим Господом, как это приятно находиться под Его рукой, как это благословенно быть Его детем, быть Его народом. И знаете, здесь он говорит такие уже слова, что теперь мы с вами должны быть святы, потому что Господь Он свят. Если мы находимся под Его присутствием, если мы находимся там, где Дух Святой находится, то мы должны проявлять эту святость. И мы уже слышали то слово, которое говорили братья, чтобы мы с вами проводили свою жизнь, угождая нашему Господу, чтобы мы, может быть, пересмотрели все свои пути, пересмотрели все свои мышления, пересмотрели то, как мы ходим перед нашим Богом, пересмотрели то, как мы стоим перед Ним, угождаем ли мы нашему Богу, или мы больше угождаем нашей плоти, ходим ли мы сегодня в Дом Божий, ищем ли мы лица нашего Господа. И самое главное, что Он здесь говорит, чтобы мы с вами помнили, что мы не куплены каким-то серебром или золотом, но мы с вами куплены драгоценную кровью Господа нашего Иисуса Христа, Ему да будет слава. Еще одно место давайте откроем, это будет Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих и ниже. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова Моисеи и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Мы здесь с вами видим, братья и сестры, еще такой преобраз, когда Господь говорил об этом основании, когда Господь говорил об этом строении, о том, как мы с вами строим, о том, какое у нас будет с вами основание. И вы знаете, оказывается, можно построить дом без основания, оказывается, можно ходить в церковь, можно считаться верующим человеком, но не быть уверовавшим человеком. Оказывается, можно как-то обмануть эту систему и пройти, и вроде бы говорить, что я верующий, но так никогда не покаяться перед Богом. И здесь мы видим, что придет тот момент, вы знаете, и не написано, что оно будет как-то выборочно, но будет проверено каждое строение каждого из нас. И придет тот момент в нашу жизнь, когда Господь проверит, когда придут эти бури, когда придут эти препятствия, когда придут, может быть, какие-то переживания, и будет проверено, на каком основании мы строим. И если мы построили свое основание на нашем Господе, если мы правильно строили, если мы влаживали все свое внимание, влаживали свое время и в то, чтобы пребывать в нашем Господе, и чтобы расти в нем, то наше основание будет правильно на этом камне, слава нашему Господу. Но здесь говорится также и о том человеке, который, может быть, легкомысленно относился, может быть, несерьезно принимал это, может быть, эта благая весть, она проходила мимо его ушей, может быть, он никогда так и не задумался над смыслом своей жизни. И когда придет эта буря в его жизнь, когда придет это испытание, то здесь написано, что падение его будет велико. Может быть, для него это будет какой-то шок, какое-то неожиданное такое состояние. Но благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы с вами рассуждали, чтобы мы с вами думали о том, как мы сегодня ходим перед нашим Богом, как мы сегодня строим, какое сегодня строение у нас, какой сегодня у нас с вами дом. Да будет имя Господне благословенно. Еще одно место читаю, и мы будем молиться. Это также 1 Петра, 4 глава, 17 стих и 18. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Вы знаете, он здесь, апостол Петр, говорит также такие слова нам, что придет тот день, когда Господь будет судиться с этим миром, Господь будет судиться также с церковью. Вы знаете, Господь будет взыскивать с каждого из нас, Господь будет спрашивать, как мы ходили перед Ним, каково наше строение. И да поможет нам Господь, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы вникали в Его Слово, в Его учения. И да будет имя Его прославлено. И давайте мы поблагодарим Его за это служение. Аминь. Аллилуйя.